Ничего необычного. Депутат Госдумы Гурулев на федеральном телеканале в эфире Соловьиного помета призывает нанести ядерный удар по Франции. Надо один раз навернуть по Франции. На этом все закончится. Все подожмут хвост, я вас уверяю. Никто не пожелает идти. Причем не надо задействовать стратегический потенциал нашу триаду. Нет! У нас без этого хватает зарядов. Для того, чтобы вот этой Франции пыль осталась-то. Стереть с лица земле одну из самых больших стран Европы, обладающую огромным ядерным арсеналом и реально способную не оставить мокрого места не только от студии Соловьева, но и от всей столицы Великой Необъятной. Не ответ на встречный, как мы обычно, а ответ на встречный. Сидим, ждем. Сейчас упреждающий. Вот Макрон поставляет танки, а я бы упреждающим долбанул. Вот и я про то же. Да и все. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта. А если та же Франция, как говорит Владимир Рудольфович, начинает там просто, мягко скажем, гадить в прямую, в открытую, ничего не боясь, начнет признать стороной конфликта, и это Франция быть не должно. И больше никому было неповадно. Ну или от Британии. Не, вы уж определитесь. А то у нас, знаете, что там, а то у нас же там сейчас те, которые все не знают, куда им дернуться, они сейчас из Франции убежали в Британию, вы раз им по дороге, а не обратно. Пускай чешут в Марокко или в Алжирх, раз уж они там, в высшей колонии. Диагнозы должны ставить психиатры. Но здесь налицо пациенты-вотрезвители. Посмотрите на эти морды. Что один, что другой, более чем вероятно, чрезмерно употребляют алкогольные напитки. У одного распухшая рожа, у другого сдувшаяся. Печальнее всего, что оба обладают властью и влиянием. 24 часа в сутки зомбируя жителей России и разжигая ненависть против соседних государств. Если бы Россия хоть немного была правовым государством, если бы в ней действовали законы, оба этих персонажа сидели бы за решеткой. Или хотя бы не имели доступа к эфирам на федеральных каналах и не вещали бы бредятину на многомиллионную аудиторию. Ну была Франция, нет Франции. Чего сильный побег? Кто-то расстроился по этому вопросу, что ли? В состоянии эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения, ситуация начала развиваться по другому сценарию. Сейчас очевидно, что поражение Украине мы наносим именно тем, что мы перемалываем ее личный состав в этой мясорубке. Это у нас хорошо получается, похоронить ребят, которые выполняли свой долг. В центр внимания последних дней вернулись российские атаки на Авдеевку. Авдеевка – это город-спутник Донецка, расстояние между ними всего 6 километров, но еще по Минским соглашениям Авдеевка оставалась под контролем Украины. С момента полномасштабного вторжения начались активные атаки на город с российской стороны, но продвинуться в лоб напрямую от Донецка российская армия не смогла, поэтому началась долгая операция по окружению города. Иногда наступление на этом участке было активным и массированным, в какие-то моменты оно почти останавливалось. На этой неделе наступление вновь возобновилось. С севера и юга российские войска выдвинулись навстречу друг другу, пытаясь замкнуть кольцо. Были использованы десятки единиц техники. То есть это не было очередной серией атак мелких групп на нескольких машинах. Это была настоящая такая вот спланированная операция. Ее целью было замкнуть полноценное кольцо восточнее города через Бердичи, либо взять под контроль все дороги, снабжающие Авдеевский гарнизон. Там очень большой укрепрайон украинский. Операция, можно сказать, что еще продолжается, но быстрого прорыва российским войскам достичь не удалось. Чуть больше удалось продвинуться на южном фланге. Но кадры российских потерь доказывают, что первоначальный план не приведет к успеху. Десятки сожженных БМП и танков аналитики насчитали как минимум 36 единиц. Украинская оборона была готова. Большое количество машин было уничтожено дживелинами с относительно коротких дистанций, буквально как в первые дни войны. Массированное наступление обернулось буквально разгромом, похожим на Угледарский. При этом российская армия начала уничтожать пути снабжения украинцев. В Авдеевку все еще ходят грузовые поезда, например. Поэтому была атакована железнодорожная станция Очеретина. А в самой Авдеевке на коксохимическом заводе взорвали поезд с топливом. Теперь, видимо, снабжать войска будет сложнее. Но доступных дорог там еще хватает. Украинская армия ответила тем же. Начала уничтожать мосты и дороги поблизости. Например, был взорван мост между Донецком и Горловкой. А вместе с ним и целая колонна российской техники. Давайте разбираться, почему такое мощное наступление началось именно на Авдеевку. Со стратегической точки зрения из Авдеевки возможно обстреливать Донецк. В этом российские пропагандисты постоянно обвиняют украинскую армию. Захват Авдеевки позволит выровнять линию фронта и уменьшить необходимое количество сил на этом участке. Авдеевка в два раза меньше Бахмута, но даже это могло стать заметной победой, которой у российской армии нет с мая. И вот они, видимо, пытаются эту победу себе обеспечить. На самом деле причина наступления скорее тактическая. Российская армия пытается создать в Авдеевке точку напряжения, чтобы ВСУ отправляли туда солдат и технику с других участков фронта, ну, естественно, с Запорожского фронта, и тем самым они пытаются ослабить украинское контрнаступление на юге и под Бахмутом. Наиболее заметными стали нападения на корабли Черноморского флота. На этот раз повреждения получил патрульный корабль Павел Державин и спасательный буксир профессор Николай Муру. Несмотря на то, что российские каналы говорят о совсем незначительных повреждениях, руля у Павла Державина, дым от него, судя по кадрам, шел сильный. Украинская сторона говорит, что этот корабль атаковали даже дважды. Сейчас он ушел на базу в Новороссийск. Ранее в Новороссийск ушла большая часть Черноморского флота. Это произошло уже после прилета ракет по судоремонтному заводу в Севастополе, ну и штабу Черноморского флота. На заводе тогда уничтожили подводную лодку и большой десантный корабль. Поэтому российский Черноморский флот уже опасается массово находиться именно в Севастополе. На самом деле цель, которая Путиным была поставлена по поводу демилитаризации Украины, она же на самом деле достигнута была еще в апреле и в мае, если честно. Уже тогда не было у Украины тех вооруженных сил, которые у нее были на начало конфликта. Мне кажется, очевидно, был план взять под контроль Киев и закончить эту спецоперацию в короткие сроки. Но мне кажется, что ошиблись все. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Севастополе 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 Украины Севастополе Продолжение следует...